В бюджете каждой украинской семьи, независимо от региона проживания, одной из самых больших статей расходов является оплата коммунальных услуг, особенно в зимний период. Элементарное тепло стало дорогим удовольствием. Вероника Евгеньевна рассказывает, что если бы не субсидии, оплатить коммуналку не смогла бы. В общем, я вот если бы не субсидии, я так сейчас бы, я вообще тысячу рублей, наверное, пошло бы. В прошлом году я только начала, а до этого я платила 700-600 рублей. Вот я ходила за субсидии. А так больше, так не выжить. Если я получаю 1400 гривен, и муж 1400 гривен, и что это? Да нет, даже 1300 мы вместе получаем 2600. 300 с чем-то. Ну так как прожить? А человек еще болеет? Проблемы. Что? И я болею, и муж болеет. И как же вот так жить? И что думает о нас? Да ничего, никто не хочет на нас думать. Мы уже пройденный этап считает нас и все. Счета за услуги ЖКХ в последнее время пугают многих. С 1 июля в Белгороднестровском, как и по всей Украине, ввели новые тарифы на отопление. Чтобы провести грядущую зиму в тепле и уюте, а керманцам придется заплатить почти в два раза больше. С существующими доходами многим это будет просто не по карману. Тяжело, но пока платим, а потом снова года, вернее, когда отопление начнется, тогда, конечно, будет намного тяжелее. Тогда будут платежи огромные. Я не знаю, как тогда. Стоит ли трехфок? Нет, наверное, не смогу. Что делать? Да, что делать, тогда уже неизвестно будет. Как быть? Ну, не знаю. Тяжелый вопрос. По крайней мере, то, что делается, так нельзя. Будете платить по новым тарифам? Не знаю, не знаю. Вряд ли, наверное. И как будете? Не знаю. Я буду что-то думать. Наверное, буду за горло брать хозяева, чтобы давали зарплату больше. Как бы, если тарифы я не против платить, для налоги платить нормально. Но, соответственно, должна быть зарплата индексирована, как положено. Потому что, если не будет индексирована, люди... Ну, как люди могут платить, если он получает тысячу гривен? Загоняют нас в тупик-то и все, что там говорить. Народ загоняет в тупик-то и все. Ну, куда? Пенсия слабенькая. Как платить, я не знаю. Я сама жму в девятиэтажке, я не могу. Я получаю 900 гривен пенсии, я не могу оплатить услуги. За воду надо, за свет, за телефон, за все услуги, которые тепло, дорогое. Двукомнатная квартира, тепло стоит 3000. Как я могу оплатить? Я не знаю. Для меня это шок вообще. Я не согласна. Опрошенные нами акьерманцы не знают, где брать деньги на оплату услуг. Вся надежда на государство и на депутатов. В некоторых городах Украины местные советы приняли решение о введении моратория на рост тарифов. Но в Акермане эта идея, как показала последняя сессия, пока далека от реализации. По словам Виктории, такое решение хоть немного, но облегчило бы жизнь горожанам. Ну, людям будет чем платить, начнут платить, а так будет очень много долгов, и никто не будет платить. Потому что давать ежемесячную зарплату только за тепло никто не будет. Будет расти долгие, а если введут, то будет все хорошо. Ну и людям легче.